Вязаные шапки-ушанки уже стали заметным трендом. В 70-е годы эти шапки были очень популярны. Часто мода возвращается. Особенность ушанок в том, что они являются трансформерами, то есть могут кардинально меняться. Обычно ушки опускаются, закрывают щеки и шею, но если ушки не нужны, можно завязывать их на затылке. Интернет переполнен мастер-классами с шапками, выполненными резинками всевозможного разбора, но я предлагаю воспользоваться самой простой выкройкой, в которой нет никаких закруглений, никаких сложных форм, но в которой тем не менее идеально сидит. И кстати о выкройках. Если вы хотите повысить свой уровень шитья, заходите на канал Мир модной одежды. Там вас научат шить по простым выкройкам или вообще без выкройок. Этот канал порадует идеями по шитью платьев, юбок, брюк. И если у вас есть маленькие детки или внуки, вас очень порадует занимательный плейлист по шитью разнообразной детской одежды. Очень много внимания шитью переделки одежды для полных. И каждый найдет для себя интересные мастер-классы. Ссылка на этот канал под этим видео. Итак, как же сделать аккуратную макушку для ушанки без зубовок? Сейчас я вам показываю один из способов оформления макушки. А всего их несколько и все эти способы смотрите в дальнейших видео. Вы видели, что шапочка связана поперечным полным ластиком. И выкройка представляет собой конструкцию прямыми углами. Поэтому свяжется такая шапочка легко даже у самых-самых-самых начинающих. Сначала горизонтальным трикотажным швом зашиваем единственный шов шапки. Тот край шапки, который станет макушкой, простегиваем иглой сантиметра через полтора-два и стягиваем на прочную нить. Закрепляем нить и все! Первая идеальная макушка готова! Не забывайте поставить лайк и подписаться, если вы еще не с нами. Ваша Наталья Некрасова